МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я ваш новый учитель географии. И сегодня вас ожидает один из самых необыкновенных уроков географии в школьной истории. Урок приключения. Урок путешествия. Урок открытия. Забудьте о контурных картах. Никаких учебников. И домашних заданий. А тем более оценок. Наш учебный класс – это вся Россия. Я познакомлю вас с совершенно новой для вас наукой. И теперь она станет одной из любимейших ваших наук. Вас ждут захватывающий дух путешествия, удивительные ландшафты, тайны природы и богатства нашей страны. Ну и, конечно, встреча с суровыми стихиями. Куда же без них? Ну что, откроем Россию заново! Кто со мной? За приключениями! Со мной отправится тот из вас, кто сумеет правильно догадаться, где я оказался. А это один из самых удивительных уголков нашей страны. Даю вам подсказку. Местный народ сложил немало сказаний и легенд. В них действуют такие вот персонажи. Эксика – карбоносый орел. Абаха – злые духи, враждебно настроенные к людям. Бай-Бай-Анай – хозяин темного леса. Как вы думаете, что это за народ? Наверное, это где-то на севере. Ну, понятно, что где-то на севере. А конкретней? Ребята, есть ребята? А у нас? У нас тоже нет. Тогда сдаемся. Ну, тогда у меня для вас еще одна подсказка. Вот она. Держитесь. Я нахожусь в регионе, который известен полезным ископаемым. Ценнейшим полезным ископаемым. Его когда-то добывали здесь с помощью именно этого инструмента. Догадайтесь, что это за промысел, и вы поймете, где я оказался. Это ледоруб? Нет, я видел ледоруб. Это что-то другое. Геологический молоток. Точно. Может, для золота? Им золото добывали? Не-не, гораздо ценнее золота. Алмазы! Кто-то сказал алмазы? Ага, хорошо. Значит, где я? В Якутии. Точно, это Якутия. В Якутии добывают четверть мировых запасов алмазов. Поэтому Якутию иногда называют алмазным краем. Поздравляю! Теперь от настоящего приключения тебя отделяй только один шаг. Вау! Да. Ну как? Обалдеть! Обалдеть! Пошли! Перед вами карта нашего путешествия. Наш маршрут лежит из этой точки к этому таинственному месту, где нас ждет сюрприз. Это настоящее сокровище Якутии. Чтобы найти его, у нас есть координаты. По пути нам встретятся препятствия. Для того, чтобы мы смогли их преодолеть, вам придется выполнить задание или ответить на вопросы. И поспешите, ведь время ограничено. Если ваш ответ будет правильным, наш путь продолжится. А если нет? А если нет? А если нет, мы рискуем вернуться на шаг назад. Или вообще попасть в какое-нибудь болото. Более полувека назад здесь была открыта эта кемберлитовая трубка. Мир. С нее и началось стать промышленное освоение алмазов Якутии. Это один из самых крупных и самых известных в мире алмазных карьеров. Его диаметр – километр 200 метров. Его глубина – 525 метров. За время эксплуатации в нем было добыто более 168 миллионов тонн алмазной руды. Но об этом нам лучше расскажет эксперт. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Катя. Меня зовут Алексей Валерьевич. Я готов ответить на ваши вопросы об алмазах. А сколько алмазов находится в кубометре руды? В одном кубометре руды кемберлитовой находится меньше наперстка алмазов. И, конечно, это не один большой камень, а много мелких. А как глубоко нужно копать, чтобы добыть алмаз? Открытые разработки, карьеры. У нас порядка 500-600 метров глубиной. А шахты будут глубиной до километра, до километра 200 метров. Намного глубже. А как различают алмазы и бывают ли у них вообще сорта какие-нибудь? Выделяют 8 тысяч позиций алмазного классификатора. Ну, можно долго говорить о позициях алмазовых. Лучше посмотреть на них вживую. Я приглашаю вас к нам. Ух ты, класс! Пойдем? Сейчас мы находимся в зале для просмотра. Такой выставочный у нас есть зал. Тут представлены алмазы из текущей добычи. В основном, Мирнинского горно-обогательного комбината. Самые лучшие алмазы идут из трубок. Интернациональная Мирнин. Вот они светлые. Много кристаллов. Это очень круто. Алмазы могут быть прозрачными или непрозрачными снаружи. А в конце концов мы получим прозрачный, очень красиво играющий на свете алмаз, бриллиант. Чем славен алмаз, кроме своей твердости непревзойденной? Это великолепная игра света. А вот эти здоровые почему отдельно лежат? На этом столике самые дорогие алмазы, самые крупные. Каждая из них больше 50 карат и учетной стоимости более 200 тысяч долларов. И могут быть присвоены имена. А зернышко здесь зачем? А это боб средиземноморской акации или иначе каратного дерева. Тысячелетиями вот такое зернышко весом 0,2 грамма являлось мерой веса драгоценных камней. На одну чашку рычажных весов клали драгоценный камень, алмаз или рубин. А на другое какое-то количество таких зерен. Вот отсюда и пошло наименование карат. В отличие от золота, алмазы имеют четкие параметры при оценке. Если из двух кусочков золота мы можем получить большой слиток, то два кусочка алмаза мы не сможем слепить и сделать большой алмаз. Это при том, что бриллиантов мы с тобой здесь не увидели. Это лучше, чем бриллианты. Однако дальше пути нет. Ребят, помогите нам двинуться дальше. Для этого ответьте, пожалуйста, на один мой вопрос. В Катюшином пенале лежит ближайший родственник алмаза. Градусник, ручка или карандаш? Ответьте, пожалуйста, что это и почему вы так думаете? Ребят, мы с Максимом думаем, что это карандаш. Это карандаш, потому что в грифеле карандаша содержится графит, который сделан из углерода, и также из углерода сделан и сам алмаз. Да, совершенно справедливо. Спасибо. Мы можем двигаться дальше. Катюш, не холодно? Немного замерзло. Можешь чайку? Давайте. Ну давай, там у тебя в рюкзачке. Почему вообще в Якутии так холодно? Ну, откровенно говоря, это еще не холодно. А вот зимой здесь бывают действительно, держи, экстремальные температуры ниже 60. Особенно на северо-востоке, где расположены полюса холода среди обитаемых территорий. А, имекон что ли? Ну да, имекон, Верхоянск. А, мы проходили. Да, проходили. А там-то почему так холодно? Сейчас объясню. Дело вот в чем. В северо-восток Сибири, точнее, имеконская котловина, где расположены и Аймекон, и Верхоянск, перекрыта двумя горными хребтами. С одной стороны, от отепляющего воздуха с Тихого океана, а с другой стороны, от отепляющего воздуха с Атлантического океана. И открыта она только с северо-надавитым океаном, с которого приходит воздух, какой, кстати? Холодный. Конечно, холодный и сухой воздух. И заполняя эту котловину, застаиваясь здесь, он приводит к выхолаживанию ее, к экстремальным температурам. Понятно? А можно идти в океан обратно? А, ну да, держи. Спасибо. Да, что-то совсем как-то глухо. Подожди, сейчас. Воню здесь. Да, что-то совсем дальше некуда. А может туда? Не, бессмысленно. Якутские болота называются марь. Да, болото – одна из бед Якутии, но это только на первый взгляд. В целом же, болото – это уникальная и полезная экосистема. В чем же заключается польза болот? Если леса часто сравнивают с легкими нашей планеты, а ручьи и реки с ее кровеносной системой, то роль болот в биосфере можно сравнить с ролью печени и почек в организме. Главная ценность болот – это способность накапливать воду и улучшать ее качество. Болота – охранители всех других водных экосистем, обеспечивающих биосферу пресной и чистой водой. Иван Сергеевич, нам пора продолжить путь. Согласен. Ребят, для того, чтобы мы могли двигаться дальше, ответьте, пожалуйста, на один несложный вопрос. И мы окажемся в Якутске. В здешних лесах многие деревья растут не совсем привычно для нас. Они растут как бы под углом. Как вы думаете, почему? Мне кажется, я, кстати, да. Мне кажется, потому что солнце, да, они тянутся к солнцу, потому что солнце у горизонта, оно очень… А солнце – это другое. Да, потому что солнце, потому что в Якутске солнце очень низко поднимается, и они так стерят. Не знаю, но мне кажется, что они тянутся к солнцу. Да, на Якутске это вообще не похоже. Потому что ответ неверный. Да. Верный ответ – вечная мерзлота. Из-за нее корни деревьев прорастают неглубоко в почву, и деревья не имеют возможности устойчиво расположиться в лесу. Самый невинный ветерок может наклонить их или даже вырвать из земли. Теперь, чтобы мы могли продолжить путь, вы должны выполнить дополнительное задание. Разница во времени между Москвой и Якутском – 6 часов. Самолет из Якутска в Москву летит 6 часов. Во сколько вы приземлитесь в Москве, если ваш самолет вылетел из Якутска? В полдень. Так, то есть мы вылетаем в 12 часов? Да, потом летим в 6 часов, приезжаем в 18, а затем вычитаем разницу во времени. Значит, опять в полдень. Ну, почему? Получается же, что мы... Не-не-не, правильно, в полдень. Да, действительно, правильно. Да, в полдень. Правильно! В полдень! Да! Кстати, обратил внимание, какой дом необычный? Да, а почему он на своих? Мы же с тобой находимся в Якутии, а Якутия расположена в зоне вечной мерзлоты. Что такое вечная мерзлота? Это достаточно мощный слой горных пород, промерзший. Причем, кстати, в Якутии мерзлота самая мощная. Больше полутора километров. То есть получается, чтобы жители первых этажей не мерзли? Ну да, может быть и для этого. На самом деле, смотри, какая штука. А дело в том, что мы же знаем с тобой, что в Якутии лето жарко. Ну да. И вот этот верхний слой мерзлоты может летом подтаяться. Ну, представь, что построила дом, а грунт ходит худо-доно. Что может произойти? Здание развалится. Да, и, кстати, такие случаи бывали. Так вот, придумана уникальная технология. То есть пробивается сваями вот этот верхний оттаивающий слой до слоя, который никогда не оттаял. И таким образом, что бы ни происходило с поверхностью летом, дом остается в постоянном положении. Ну, мы не можем с тобой увидеть мерзлоту, но никто не мешает нам ее смоделировать, правильно? И поможет нам в этом... Эксперт. Совершенно справедливо. Ну что же, здравствуйте. Здравствуйте. Готовы к моделированию? Да. Отлично. Помоги, пожалуйста. Потому что нам потребуется настоящая лаборатория. Ага, отлично. Так, друзья, подходите поближе. Наденьте очки, потому что сегодня мы будем с вами работать с жидким азотом. Итак. Очень постепенно. Это настоящий жидкий азот. Ну что, по-моему, достаточно. Полина, ты готова? Да. Отлично. Пока азот не испарился, бери в руку этот цветок. И давай вместе со мной аккуратно опускаем внутрь. И начинаем вращать. Что происходит? Под воздействием крайне низкой температуры. Наши листья начинают утрачивать вот эти свойства эластичные. Они становятся твердыми. Как вы думаете, что произойдет, если сильно ударить этим цветком по поверхности стола? Снимается просто рассыпется. Рассыпется. Угу. Собственно, это тебе и нужно будет сделать. Справишься? Да. Поднимай цветок. Так, и вот сюда. Сюда сильно. Отлично. Еще разок. Все, цветок разлетелся. Так, ну что, я думаю, что мы с вами убедились в том, что жидкий азот действительно крайне имеет низкую температуру. Самое время перейти к моделированию нашего эксперимента. Земля. Насыпаем внутрь нашей миски. Угу. Так вот, представьте себе, что происходит там, где вечная мерцлота. В течение продолжительного времени низкие температуры постоянно воздействуют на эту почву. У нас, конечно, времени такого нет, поэтому мы что сделаем? Вылим жидкий азот, безусловно. И посмотрим, как же себя поведет почва. Ага. То есть, то, что вы видите, много пара, это свидетельствует о том, что земля у нас нагретая. И, судя по звуку, идет бурный процесс охлаждения. Так, ну что, по-моему, все произошло. Полина, попробуй, пожалуйста. Посмотрите, за счет того, что в земле находится сочетание и воды, и различных твердых веществ, под воздействием крайне низкой температуры, она превратилась в один сплошной ком. Очень твердый. Конечно же, здесь не может ничто ни расти, ни происходить. Получается, что этот регион нашей страны похож на огромную криокамеру. Да. И на этом наш эксперимент удачно завершен. Вперед! А теперь приготовьтесь удивляться. Как вы думаете, в вечной мерзлоте есть жизнь? Да, наверное. А вы как думаете? Да не может быть. А вот теперь попробуйте сгадаться, правда я сейчас буду говорить или нет. Однажды ученые из России с Академии наук взяли из вечной мерзлоты семена, которые пролежали в ней больше 30 тысяч лет, и вернули их к жизни. Верите? А вы? Нет. Сам удивляюсь. И тем не менее, это правда. И сейчас у нас на прямом включении эксперт из Российской Академии наук, который сам принимал участие в этом фантастическом эксперименте. Вы можете задать ему самые разные вопросы. Здравствуйте. Я сотрудник Института почвоведения Пущинского научного центра доктора биологических наук Губин Станислава Викторовича. А можно на эти семена посмотреть? Вот здесь вот как раз те плодики, из которых получены семена, и которые нам удалось прорастить. Вот здесь вот эти отдельные плодики смолёвочки. А вот это вот интересный материал, вот в такую шубу, в этих норах, эти семена были укутаны. Это вот остатки шерсти носорогов, бизонов, овцебыков. Вот из него даже сейчас можно вязать варежки, шарфики и так далее. Он очень тёплый, очень такой чистенький. А сколько лет этим семенам? Ну вот эти семена, определённые как раз в Америке в лабораториях, они дали возраст нам 32 тысячи лет. Он повторен был в наших лабораториях из материала семян, органических остатков, то же самое, 32 тысячи лет. Вот так это было давно. Путь к воде отрезан. Чтобы мы могли двигаться дальше, вы должны ответить на один вопрос. Как вы думаете, откуда произошло название реки Лена? Вариант первый. Лена – это имя любимой жены первооткрывателя этих мест. Вариант второй. Лена, в переводе с одного из древних языков, означает просто «большая река». Третье. Лена от слова «лен» из-за белесоватого цвета её воды. Ну, жена, скорее всего. Ну, жена – это, конечно, прикольно, но слишком просто. Да, про жену точно не жена, а лён как-то… Какой там лён в Никуте? Тогда остаётся «большая река». Да, ничего другого не подходит. Скорее всего, «большая река». И это правильный ответ. «Большая река» – это перевод с эвеноевенкийского языка. Оно происходит от первоначального эвенского «улий» – «река». Затем добавленного эвенками «иене» – «большая река». Позже адаптированного якутами в «эллине». Ну и, наконец, окончательно русифицированного в «лено». Река и впрямь большая. От своего истока, расположенного недалеко от озера Байкал, до устья огромной дельты, воды Лены преодолевают на север расстояние в 4400 километров. Это больше Волг, к примеру. Теперь мы можем двигаться дальше. Ура! В России вообще личная страна. В ее территории протекает больше 2,5 миллионов рек. А, кстати, сколько рек протекает по Якутии, как думаешь? Ну, штук 500, наверное. Ну да, 700. Я была близка. Ну, тысяч. Тысяч? 700 тысяч. И Лена протекает через всю Якутию. С юга на север. А, кстати, обратила внимание, Катя, что один берег у реки пологий, а другой крутой. Да, а почему? А вот смотри, какая штука. У нас Лена протекает в каком направлении? С юга на север. Совершенно справедливо. То есть вдоль меридиана. Дело в том, что на все природные тела, которые движутся либо с юга на север, либо с севера на юг, то есть в меридианальном направлении, действует особая сила, особая физическая сила, которая возникает из-за вращения Земли. И она отклоняет в северном полушарии все движущиеся объекты влево, а в южном полушарии вправо. И в нашей стране, в большинство рек, которые текут с юга на север, подмывается обычно западный берег, и он более крутой. А восточный берег, наоборот, более пологий. Кстати, на самом деле, связана с этим определенная сложность нашей с вами российской жизни. Ну, нет. А вот заметьте, у нас завоеватели обычно откуда приходили? С западного или с востока? С западного. С западного, правильно. Восточный берег пологий или крутой? Пологий. Пологий. Они сбрасывали нас как бы с крутого берега на Пологий. Поэтому мы достаточно быстро отступали. А вот когда наступали потом, что в 1812 году, что в 1843-1844, нам приходилось брать... Пологий берег или крутой? Крутой. Крутой. А попробуй крутой берег, возьми. Ну да. Он же укреплен. Поэтому и каждое форсирование реки, что Волги, что Днепра, что Дона, он был достаточно тяжелым и кровопролитым. Ну что ж, пора подвести итоги. Да. И нам хотелось бы, чтобы вы запомнили о Якутии вот что. Якутия – это огромная территория. Площадь ее больше трех миллионов квадратных километров. Почти на каждого жителя Якутии приходится по одному озеру. Именно здесь расположен полюс холода. В Верхоянской-то, или Аймекон, ученые спорят. Но и там, и там температура опускалась ниже 67 градусов. Уже более полувека в городе Мирный добываются алмазы. Большая часть Якутии расположена в зоне вечной мерзлоты. Сегодня на этом острове праздник в твою честь. Да. Ты с достоинством прошла все испытания и заслужил сюрприз. А шаман будет? Ха! Посмотри, сегодня на этом празднике ты самый дорогой и самый именитый гость. Конечно же, шаман уже приготовил для тебя самое лучшее почетное место костра. Веришь? Нет. Пошли. Вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Чтоб ты выросла, ты стал очень хорошим человеком и о нас думал. Спасибо. Буду. Обещаю. Спасибо. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, конечно, была во многих странах мира, но такого еще нигде не видела. Алмазы были тут такие большие, я узнала много нового об их, так сказать, жизни до превращения в бриллианты. Больше всего, конечно, понравился праздник. И шаман, он был такой, ну, настоящий. В общем, я этого никак не ожидала. На протяжении всего путешествия была хорошая погода, но местами было холодно, так что руки и ноги замерзали. Природа здесь очень красивая. Сопки, равнины, леса, лена. В общем, круто. И люди здесь очень приветливые. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же, теперь у нас с вами есть самое настоящее сокровище. Это знания и удивительные впечатления о самом холодном уголке нашей страны. И скоро к ним прибавятся трофеи из других регионов. Ну что же, наше путешествие по Якутии закончено, но приключения только начинаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА